Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. 8 и 9 января в городе Благовещенске проходили первые соревнования за 30 лет по биатлону. Как это было, каким образом это получилось, мы сегодня будем говорить сразу с двумя президентами федерации. Во-первых, с Сергеем Кузнецовым, президентом федерации биатлона Амурской области, а также с Сергеем Пидоренко, председателем федерации биатлона города Благовещенска. Ну что ж, я вас поздравляю с этим знаменательным событием. Это действительно дело большого труда, но какого-то невероятно быстрого срока. Вот как у вас это получилось в такие кратчайшие сроки от начала создания вообще федерации, городской год, областной всего полгода и взять и уже устроить соревнования, причем уровня достаточно высокого. Расскажите. Ну, для этого мы проходили семинары и обучались, участвовали в крупных соревнованиях двукратной олимпийской чемпионки Анны Багалий. У нас есть уже опыт и участия в соревнованиях, и участия в судейском корпусе непосредственно. Мы все имеем судейские категории по биатлону, соответственно, нам это было несложно организовать и провести это масштабное мероприятие. Ну, ваша федерация городская чуть подольше существует, но я так понимаю, разница небольшая, да? Здесь форы никакой не было, по сути. Нет, нет, мы работаем все вместе, конечно, все вместе работаем. Изначально проект этот мы начали развивать с ним все вместе. Ну, как говорится, как строится дом, заложили фундамент, сейчас начали потихоньку возводить стены. Вот какая идея была изначально, Сергей, вот когда создавали федерацию, какая была изначальная идея? Развитие, развитие именно биатлона у нас в Амурской области, потому что когда-то раньше про него говорили, да, я сам в свое время занимался лыжами. Ну, есть такие энтузиасты, вот, и приманились мы в биатлон, начали потихоньку развивать этот уже на протяжении четырех лет. Вот вы правильно, кстати, сказали, действительно, что раньше биатлон вообще звучал, да, и очень громко, всех биатлонистов знали пофамильно, болели, переживали. Сейчас вот какая, скажем так, какой процесс переживает этот вид спорта? Процесс большой в плане упадка детского возраста. То есть детей не хватает, да? Да, наша задача как раз организовать биатлон именно детский, привлечь большее количество детей, занимающихся биатлоном, и, соответственно, вывести их на более серьезный уровень. И тогда мы можем подпитывать и СБР, Союз биатлонистов России нашими детьми, и в дальнейшем, надеюсь, что они будут попадать в сборную Российской Федерации. Это вообще реально? Спрашиваю я, уже понимаю ответ, потому что у вас есть сын, который фактически является воспитанником с очень хорошими результатами. Да, может быть, не скромно, но мой сын является абсолютным чемпионом Кубка Багалей. Это хорошее... Это большое достижение. Да, это большое, это огромное достижение, в частности, для амурского биатлона и для биатлона в целом детского. Это пример другим детям. И для меня лично это большой двигатель, ради которого... Стимул для роста. И, соответственно, к нему прирастают другие ребята, и у нас организовываются большие соревнования, большие массы. Вот про других ребят, Сергей, наверное, вас и спрошу, потому что я знаю, что в городе Благовещенске есть уже группа ребят, причем на базе школы. Расскажите, каким образом удалось этого достичь, и сколько сейчас там тренируется? Ну, на данный момент там тренируются 82-83 человека. Ну, из-за пандемии, да, число занимающих, то есть кто-то болеет, кто-то... Ну, стабильно там 25-30 человек посещают занятия, стабильно посещают занятия. На базе какой школы? На базе 23-й школы, это маховая пати. Почему мы так решили? Это был такой проект сделан, чтобы попробовать. То есть у нас лыжная трасса рядом, да, находится с этой школой. Вот, там выделили специальное помещение, сделали там тир, да, для газообаллонных, либо обычных пневматических винтовок. Вот, на ставку пришел туда тренер. Это наш амурский тренер, Благовещенец Геннадий Мусьяченко. Он раньше занимался биатлоном, ну, вот это буквально 30-35 лет назад. Он занимался раньше биатлоном, был тренером по биатлону и возил команду биатлона Амурской области. Вот, и на базе этого мы сделали такой проект небольшой с помощью, это, конечно, управления образования и Министерства образования Амурской области. То есть фактически, конечно, нужна помощь властей, да, для того, чтобы вот этот вот процесс просто организовать. Но дальше вопрос за финансами, насколько я понимаю, потому что биатлон все-таки не самый дешевый вид спорта. Даже вот эти вот винтовки, которые есть, я знаю, что они стоят недешево, так ли? Ну, с приезда Манны и Багалии весной этого года мы собирались перед правительством Амурской области. И зампред нам поставила задачу, прежде всего, открыть федерацию, пообещали, что помогут нам финансово. И в этом летом подключился и Мамеев, наш мэр города, который сделал колоссальный толчок в развитии спорта. Он выделил нам серьезную сумму денег на покупку газобаллонных винтовок. Затем далее подключился приз Соловьевский, который нам тоже обеспечивал газобаллонным оружием. Буквально месяц назад к нам подключилась ООО «Транснефть» в Дальний Восток, которая тоже выделила средства на покупку трех газобаллонных винтовок. У нас сейчас арсенал превосходный. Мы дальше работаем, мы дальше ищем спонсоров. Мы благодарны всем, кто нам помогает. Но мы не останавливаемся, потому что наши масштабы растут. Сегодня у нас укомплектовано 11 рубежей. Следующее соревнование, которое планируется, это «Мастарт» на 16 огневых рубежей. В общем, мы двигаемся вперед. Вот, кстати, соревнования, которые прошли, давайте тоже тут расскажем немного хотя бы про них. Потому что я понимаю, что всегда, если тебе выделяют средства, ты должен показывать результат. Это не просто так. Эти соревнования, они тоже хороший показатель, потому что спортсмены отовсюду съехались. Ну, это не хороший показатель. Это феноменальный показатель. Во-первых, мы планировали открытые городские соревнования города Благовещенска. Но получилось так, что к нам приехала Сибирь, Якутия и Дальний Восток. Мы собрали большой регион, большие регионы, мы собрали большие массы. И дети, которые показали очень достойное соперничество. И мы формируем сейчас сборную команду Амурской области для выезда в город Сахалин, для проведения соревнований Кубка Анны Багали. Вот, кстати, где самые сильные биатлонисты, Сергей? Вот такое у меня у вас подвохов. Ну, я надеюсь, это будут скоро у нас. Это у нас план, вообще это у нас такие планы, да, чтобы выводить ребят на более высокий уровень. Почему мы начинаем с детей? Детей надо учить изначально. То есть не взрослых брать, а изначально детей надо научить всему. Стрелковой подготовки, прохождение на лыжах. Ну, там много этапов, да, формирования ребенка именно в биатлоне. Вот. И мы хотим прийти к этому, да, чтобы не мы там вдвоем с Сергеем Федоровичем были, да, а чтобы у нас была команда большая. У нас сейчас, можно сказать, с каждым днем, там, может, с каждым месяцем мы все обрастаем, обрастаем. Командой у нас появляется больше людей. И мы надеемся, у нас скоро будет очень большая команда. Вот мне так хочется добавить. Смотрите, информация вчерашнего утра, да, мне звонили тренеры города Азии. Сразу с утра пришло семь человек стучатся в двери школы Дю США лыжных гонок. Мы будем заниматься биатлоном. Откуда они узнали? Эта информация просочилась уже, ну, по пройденным соревнованиям, которые были у нас на выходных. Сегодня утром я разговаривал с представителями Кундура, да, тренеры Кундура. Сегодня состоялся утром разговор, было решено помочь детям Кундур. Поселок Кундур, Архаринский район, это администрация Архаринского района. И образование Архаринского района пообещали, что купят одну, ну, может быть, две винтовки для детей Кундура. Так что прогресс у нас, мы движемся. Слушайте, это правда, конечно. Интересно наблюдать за вашим движением. Интересно, к чему это все приведет. Вот я понимаю, что у вас есть какой-то перспективный план нарисованный, да, ну, хотя бы на ближайший год. Мы не остановимся. Я понимаю. Мы, да, мы, у нас такие планы. Мы, если планку эту сделали, подняли, и мы всегда ее придерживаемся. То есть мы будем расти, расти, еще и расти. И хотим, конечно, чтобы каждое соревнование, число участников у нас увеличивалось. Все становилось все больше и больше. Детей набираете? Потому что сейчас, я уверена, у многих этот вопрос. Да, детей набираются. Открыт у нас набор. У нас есть планок, все-таки, открытие еще школы. Это пока секрет, но разработки есть такие. Возможно, на базе стадиона «Юность» есть такие мысли открыть в дальнейшем тоже школу для городских детей. Потому что маховские – это маховские, городские – это городские. Чтобы им просто было удобнее, да, здесь в городе. Ну, еще хотелось два слова, коль у нас такой есть случай. У нас с Сергеем совместный проект, совместная работа. Мы сделали лыжебиатлонный комплекс, подготовили лыжную трассу со стрельбищем. В эти выходные порядка 250 человек, жители города, катались уже на нашей трассе. Трасса отсыпана искусственным снегом. Много работы было спецтехники. Великолепная, шикарнейшая трасса. Я не побоюсь этого сказать, лучшая в Амурской области. Где? Она находится в маховой поди. Это, да, это при помощи ЦРСП нам был выделен стадион на безвозмездной основе. Мы сейчас его оккультуриваем, строим. В общем, все на лыжи, я поняла. Да, все приглашаем на лыжи. Очень хороший гармоничный вид спорта. Ну что ж, будем болеть за наших, как всегда, за наших спортсменов 22-го, а теперь уже и 23-го февраля. Вам удачного проведения соревнований. И феноменального роста. Спасибо большое. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня мы общались с президентом Федерации биатлона Амурской области Сергеем Кузнецовым, а также председателем Федерации биатлона города Благовещенска Сергеем Пидоренко. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова